Тандер Шоу Сбивает пролетающие мимо Бэркэт А у вашего бронирования есть свои фраги? Если пилот одним махом уничтожает сразу несколько целей Обычно это связано с использованием особенно массивной бомбы У Мидос Амиральд совсем другой подход Он подлетает к врагам почти вплотную, чтобы обрушить на них шквал наров Четыре подорванных машины с одного залпа Уважаем У любителей бомб, впрочем, тоже есть чем похвастаться Посмотрите, например, на этот Тандерболт Первый сброс Сразу два фрага Второй, не менее рискованный Еще два По пути обратно можно играючи снести як И пусть последний заход выходит не таким... гладким Бомба-то уже сброшена И снова взрывает двух противников Поговаривают, что в тоннеле Ледяного Перевала завелось грозное чудище Лежит совершенно неподвижно за обгорелым вагоном Но стоит хоть кому-то приблизиться к железнодорожным путям Сразу плюется из тьмы танковой торпедой Я понимаю, вы удивлены эффективностью такого подхода Но семь фрагов говорят сами за себя У этого тоннеля есть хозяин И его зовут Шмуркс Как доказать свое превосходство перед лицом Пожалуй, самого страшного оружия Атомной бомбы Вот дерзкий вариант от Машинель Пилот на учебно-тренировочном САП-105 Прорывается через град пуль И подрывает носителя ядерки С собственными бомбами Нечего добавить, это полное доминирование Под конец по традиции заглядываем на Life of War Thunder Где нас ждет еще один монстр Не такой, может быть, страшный, как на Ледяном Перевале Но все равно довольно пугающий Это обросший чешуей Объект 292 Зеленые элементы камуфляжа отлично смотрятся на черном А сзади есть еще и ценное напоминание Для всех танкистов, склонных к самолюбованию Отличная работа Кстати, к вопросу про любование чем-либо Какую машину в War Thunder вы считаете самой красивой? А какая, наоборот, по вашему мнению выглядит как ведро с болтами? Пишите ваше предпочтение Присылайте ваши величественные повторы И пока! Увидимся на следующей неделе!